В Алматинском зоопарке впервые появились степные сайгаки. Новых постояльцев доставили из научно-исследовательского института ОТРАР. Парнокопытных поселили по соседству с семейством жирафов. За месяц карантина животные полностью освоились в Новом Валере. Самку работники зоопарка назвали Анастасией, а имя самца будут выбирать народным голосованием в социальной сети. Два миллиона лет тому назад они были расселены от их территории обитания, от Аляски до Европы. Сейчас, конечно, их территория сократилась. Это в связи с тем, что, во-первых, их и выбивали ради мяса, и главное, но главное, ради лечения. Дело в том, что из рогов сайгака, санца, делают, в китайской медицине где-то 500 лекарств делают. Содержать экзотических животных в домашних условиях – не самая лучшая идея. Месяц назад это поняли бывшие хозяева пары юных лорий. Сейчас тропические зверки поселились в Алматинском зоопарке. Специалисты временно расселили пятимесячную Мию и годовалого Кузю. Поэтому зависит, как их поведение в этом отношении. Если они на друг, что называется, на друг общий язык, значит, все будет нормально в этом отношении. Теперь в данный момент просто еще не знают, кто из них самочка, кто из самец. Вернее, один уже вроде бы вырисовывается, что вроде один самец. Но второй, который пятимесячный, еще маленький, поэтому трудно сказать, самец это или самочка пока. За минувший год жители города принесли в зоопарк более 20 животных. Всего на территории объекта обитает более 5000 зверей. Алматинский зоопарк принимает гостей ежедневно с 9 до 19 часов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова